В республике стартовали централизованный экзамен и тестирование. Сегодня выпускники сдают профильные предметы по выбору 30 мая русский или белорусский язык. ЦТ продлится по 6 июня. На испытания записалось без малого 55 тысяч абитуриентов. В топе предметов – английский, физика и математика. Сертификаты будут выдаваться с 1 июля. В Бобруське несовершеннолетний велосипедист попал в ДТП. 17-летний подросток совершил столкновение. с автомобилем под управлением 46-летнего жителя города. Молодой человек с травмами госпитализирован. ГАИ призывает к предельной внимательности и осторожности. Необходимо убедиться в безопасности выхода и того, что автомобили остановились и пропускают вас. Только затем начинает движение. Бобрусьские тепловые сети продолжают плановый ремонт коммуникаций. Последнюю неделю мая ремонтные работы начнутся на Даманском, Западном и в Киселевичах, а также в самых северных жилых районах города. Будет приостановлена подача горячей воды. С 28 мая по 2 июня это коснется микрорайонов Северный, Приберезинский, Молодежный. В преддверии 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в выставочном зале Бобруська открылась фотовыставка известного белорусского фотографа Анатолия Клющука «Мои праведники», которая посвящена праведникам мира. На торжественной церемонии присутствовали представители городской власти, еврейской общины и гости нашего города.